Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссанрайз, и мы продолжаем прохождение САО. И следующий ивент у нас Тиза и Ужасная Судьба. Вентики с Тизой я уже проходил в мобильной алисизации, там были истории из её детства. Ну, давайте посмотрим, что будет здесь. Тиза, привет! Тиза? Кирита, прости, я не сразу услышал от тебя, что Юджио, что Тиза, понимаю, полнейший игнор. Да не страшно, но ты выглядишь расстроенной. Что-то случилось? Нет, ничего. Тиза, я не знаю, что тебя мучает и, возможно, не смогу помочь. Но иногда лучше высказать всё, что тебя беспокоит. Мы знакомы не так долго, но, как и Юджио, ты дорога мне. Расскажи, что случилось. Кирита, что ж, если ты не против, но можешь прервать меня в любой момент. Обещаю, я пойму. Да не волнуйся, я так не поступлю. Хорошо. В общем, мне снятся сны. Ужасные сны. Сны? Да. И в этих снах... Он умирает. Юджио умирает. Во сне я только плачу, а потом просыпаюсь. Сначала я пыталась не беспокоиться. Но этот кошмар повторялся столько раз, что теперь мне страшно, что он исполнится. У тебя когда-нибудь раньше бывали такие повторяющиеся сны? Нет, никогда. По какой-то причине. Этот сон снится мне с тех пор, как мы побывали на том болоте. Болоте? Да. Мы с Юджио отправились туда, чтобы проверить, есть ли там волшебные звери. Там ничего не было. И мы вернулись домой. Но в ту ночь начались сны. Понятно. Иногда сны — это отражение того, что тебя беспокоит. Мы все рискуем нашими жизнями. Если у тебя начались такие сны... Возможно. Дело просто в том, что ты очень переживаешь за Юджио. Кирито-сенпай... Как его друг, я рад видеть твою заботу. Уверен. Он тоже будет рад. Расскажи ему. Если это сделает его более осторожным в бою, то твой сон может оказаться не напрасным. Думаешь? Да. Все зависит от того, под каким углом ты смотришь на вещи. Верно. Спасибо, что выслушал Кирито. Я поговорю с Юджио. Кирито-сенпай! Юджио-сенпай-ни-тстаэйтим! А где Юджио? Он только что был где-то здесь. О, Ранье! Не знаешь, куда ушел Юджио? Юджио-сенпай-ни-тстаэйтим! Тизе, Кирито! Ну, Юджио только что... Так, какая-то она слишком взволнованная. Чего? Прошу, идите за мной! Прости, Кирито! Не знаю, как так вышло. Наверное, я перестарался. Юджио, ты в порядке? Прости, Тизе, не уверен, что смогу помочь тебе сегодня тренироваться. Даже не думай об этом. Иди, отдохни. Хорошо, так и сделаю. Спасибо. Исцеление не помогает? Как так может быть? Мы все перепробовали. Ничего не работает. В этом мире существует параметр болезни. От простуды до серьезных заболеваний. Если священные искусства не помогают, значит, это какой-то особый случай. Я пойду за кардиналом. Ранье, Тиза, останьтесь и присмотрите за Юджио. Да, конечно. Тиза, все будет хорошо. Давай посмотрим, что скажут Кирито и кардинал. Ага. Что думаешь, кардинал? Ты поняла, что случилось с Юджио? А я думаю, он, скорее всего, просто перенапрягся. Это не болезнь. Не вражеское священное искусство и не влияние кодекса запретов. Могу лишь предположить, что его состояние вызвано особым ядом. А-а-а. Ядом? Но ты можешь вылечить его, верно? К сожалению, исцеляющие искусства тут не помогут. А может, нужно яд добыть тот самый? А о чем ты? Не знаю. Яд не исчезает. Даже когда я использую священное искусство. Словно чья-то воля не дает исцелить Юджио. Но что тогда случится с Юджио? Если ничего не изменится, яд распространится по всему телу, и он умрет. Умрет? Нет. Думаю, надо сходить на то болото и добыть образцы яда. Угу. А есть другой способ вылечить его? Можно попробовать приготовить противоядие. Но не могу обещать, что оно сработает. Надо найти то, что отравило его. Наверное, это ядовитое растение с болот из Твориета. Болот из Твориета? Хочешь сказать... Постой. Это то место, где мы с Юджио недавно были? Теперь я понимаю. Вы были там. Возможно, яд был в воздухе. Но я-то в порядке. Хм. Действительно странно. Кстати, давным-давно на том болоте жил священный зверь. Но в какой-то момент священное животное превратилось в чудовище. Оно отравило болота, уничтожило растения и превратило их в ядовитые травы. Неизвестно, сказка ли это или правдивая история. Уму. Однако. Похоже. У нас нет иного выбора, кроме как выяснить это наверняка. Хорошо. Я пойду туда и поспрашиваю местных жителей. Все-таки сон Тиза был неспроста. Я пойду с тобой. Я готова сделать все, что угодно, чтобы спасти Юджио. Тиза, можешь идти со мной, если хочешь. Но у нас мало времени. Прости, но если ты не будешь поспевать за мной, я оставлю тебя позади. Поняла. Что ж, идите. И будьте осторожны. Я поищу информацию об этой легенде. Так. Ну что, Тиза. Эм, истовариет, истовариет, болото. Горы. Горы. Так, а болото-то где? Ага, нам в горы и нужно, да? Да. Вот сюда. А все-таки, Тиза что-то почувствовала, и ей начал сниться вот тот самый сон. Все было неспроста. Так, и наша точка назначения совсем-совсем не здесь. Так, точка телепорта вот здесь. а, ну да, нам же с местными пообщаться нужно. Интересуетесь болотом? Да, мы слышали о ядовитом болоте. Мы можем взять несколько образцов растений. Они растут только здесь, верно? Вы знаете, как готовить противоядие? Ядовитое болото было запретной землей из древних времен. Запретной землей? Да, по легенде, болото наполнено ядом. священный зверь совершил грех и превратился в ядовитого волшебного зверя. Но не все, кто приближается к болоту становятся отравлены. Ага, вот что случилось с Тиза. Никто не знает, почему, но по слухам, тому, кто умрет от яда. Смерть была предначертана судьбой. Ох, блин, неаа, события не... событиями анимает, вот все прям очень контра... контрастирует. Что значит предначертана судьбой? Те, кто должен был умереть, но был спасен какой-то великой силой. Говорят, что яд был создан для того, чтобы возвращать их к первоначальной судьбе. Что это вообще значит? Хотите сказать, Юджио уже должен был умереть? Блин, интересный ивент, однако. Не может быть. Я откатываюсь в это верить. Простите, но... Прошу, просто укажите нам путь на болото. Как скажете. И образцы берите на здоровье. Вы не умрете, если у вас иная судьба. Но если яд выберет вас, спасения нет, противоядия не существует. Зачем вы так говорите? Тиза, не обращай внимания. Они не знают, как сделать противоядие. Ну и ладно. Хорошо. Идем. Тем, кто отравлен этим ядом, смерть была предначертана судьбой. Звучит правдоподобно. Тиза, ты в порядке? Прости, я просто очень за него переживаю. Юджио в порядке. Он уже бывал на волосок от смерти. Навсегда выкарабкивался. Мы приготовим противоядие и спасем его. Это все, что мы можем сейчас сделать. Да, прости. Знаю, ты тоже за него переживаешь. Просто да, он мой лучший друг, и я должен приободрить его пажа вместо него. Верь в него. Он не умрет от такой ерунды, как судьба. он нарушал абсолютные законы кодекса запретов и пересилил печать. Он не умрет. Я не позволю ему. Вот оно. Должно быть, это нужное нам ядовитое растение. Их совсем немного. Просто попытаемся приготовить противоядие так, как нас учила кардинал. Но нельзя тратить растения впустую, раз их так мало. Да, попробуем каждый из видов по очереди. Жаль, только у нас нет лаборатории. Но это растение теряет все здоровье через пару минут после того, как его сорвали. Придется использовать его здесь и сейчас. Да, именно. И даже звери не появятся. Ага, сейчас. Это тоже не сработало. И так не получается. Мы спробовали все, чем у нас научила кардинал. Кирито, что же нам делать? Это все растения, это все растения, что у нас остались. Серьезно? Проклятье. Юджо, я не позволю тебе умереть. Ну, конечно, как же звери могут не появиться-то? Кирито, тот голос, он доносится с болота. Да, ты права. Сейчас у меня нет на вас времени. Простите, но придется сделать все быстро. Ваша борьба бессмысленна. Разумный болотный зверь. Чего? Судьбу того, кто должен умереть, изменить нельзя. Как и мою жалкую смерть. Примите свою судьбу. Те, кто сопротивляется ей. Чего? Что происходит? Поднялся туман. Что это? Кирито. Кирито. Тиза. Юджуа? Что ты здесь делаешь? Простите. Я должен вас покинуть. Я должен умереть. Нет, это не так, Юджуа. Прошу, Юджуа, не умирай. Не оставляй меня. Тиза, это продолжение твоего сна? удастся. А, кстати, очень похоже. А сейчас мы видим, а сейчас мы видим сон наяву. Значит, ты показываешь нам иллюзию. вам стоило просто принять его судьбу, но теперь вам придется встретить свою. Вот этот, кстати, зверь, это один из самых нелюбимых. Был, по крайней мере, до того, как я стал лучником. Даже не думай, Юджуа не проиграет судьбе или чему-либо еще. Тиза, не верь тому, что говорит эта штука. Помни, кто научил тебя сражаться. Юджуа всегда силен, добрый и никогда не сдается, верно? Да. Он даже совершил преступление, чтобы спасти нас. поэтому сейчас я спасу его. Я обещала ему, что стану сильнее, и сейчас я исполню свое обещание. Верно, Тиза. Мы спасем Юджуа вместе. Да. Прошу, сражайся вместе со мной. Не пытайтесь идти против судьбы. Я помогу ей свершиться. Он умрет. Так же, как и я. Вынужден с этим поспорить. Сейчас, Тиза, подожди секундочку, секундочку, ты тоже подожди. не спеши. Особо. Поехали. Ой. Простите. Простите. Ну, бывает. мы победили. А чё Тиза так запыхалась-то? Ага. Тиза, смотри. Последний пучок растений. Получилось. Значит, противоядие сработало, потому что мы отказались принимать судьбу? Или, скорее, наша воля изменила её? Кирита, нам нужно поторопиться и отнести лекарства в Центорию. А, да, идём. Блин, меня так настораживает, когда квадратик загрузки иногда замирает. Ну, после обновления 1.04 на самом деле не было. У меня вылета во время перехода между сценами, но всё равно это очень настораживает. Вы вернулись. Вам удалось изготовить лекарства? Да, пусть Юджо выпьет это. Как Юджо себя чувствует? Я бы сказала, ему осталось жить лишь пару часов. Думаю, ещё рано говорить, успеем ли мы. мы можем лишь дать ему это лекарство. А вы молодцы. Тиза уже спит. Тиза, я принёс еды. Тебе правда стоит поесть. А, она уснула. Должно быть, она устала. Она всё это время за ним присматривала. Прости, я разбудил тебя? Да нет, я не заметила, как уснула. Ну, ты, должно быть, вымоталась. Пойди поспи на нормальной кровати. Я присмотрю за Юджо. Кардинал сказала, что он начнёт понемногу восстанавливаться. Спасибо, но я в порядке. Кирита, я... Чего? Мне снился Юджо, но он не умер, а просто улыбнулся мне. Правда, это хорошо. Юджо? А что вы твое... Юджо, ты в порядке? Да, я чувствую себя на удивление, хорошо. Мы так за тебя волновались. Ну, тут... Ах, Юджо, хвала богиням. Я так, так рада. просто вот сейчас представьте, что думает Юджо, вряд ли сейчас вообще хоть что-нибудь понимает, он просто отключился и отключился, просыпается, а тут вот это, ну, просто как бы, мгм, сволочь везучая. тиза, 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 когда я был отравлен, мне снился сон. я очень благодарен. Тиза, благодарен. Нет, я на все готова ради тебя, Юджо. Юджо, повезло. Да, мне повезло, что вокруг меня есть те, кто так бережет и защищает меня. Я просто не могу умереть и оставить вас двоих. Я, я очень рада это слышать. Я тоже. Не забывай об этом. Юджо, Юджо. Кирито, о чем ты хотел со мной поговорить? Во-первых, я хотел тебя поблагодарить. Ты нам очень помогла. Без твоего исследования мы бы не смогли спасти Юджо. Что ты такой говоришь? Я не могу потерять одного из вас. у нас еще очень много работы. Да, пожалуй. А еще я хотел кое-что у тебя спросить. Зверь в болоте сказал, что отравил Юджо и напал на нас потому, что не мог позволить нам изменить судьбу. Я в это не верю, но возможно ли, что в этом мире смерть Юджо была предопределена судьбой? Да. Думаю, мне стоит кое-что объяснить, начиная с этого зверя. я нашла легенду об этом болоте в Великой библиотеке. глубоко в архивах была запись о ней. Даже найти ее оказалось непросто. Когда-то в этом болоте жил священный зверь, говорящий человеческим языком. Но давным-давно администратор приказала рыцарю единства убить его. Она превратила его в оружие, что и по сей день лежит в сокровищнице. Но это не все. Не все? Когда она использовала зверя в качестве ресурса, его память была неполной. Похоже, он так боялся смерти, что этот страх остался как инкарнация. Эта оставшаяся память вступила в реакцию с горяком и переродилась в болотного зверя. Собственная неспособность противостоять судьбе заставила его мешать другим. Даже до появления горяка инкарнация превращала растения в яд. И когда существо вернулось в виде зверя, сила яда возросла и оно отравило Юджуо. Вот оно что. Но с чего оно решило, что Юджуо должен умереть? И что он сопротивлялся судьбе? Ну, явление в этот мир ведьма Кирито. Это лишь предположение, но возможно дело в резонансе с главным визуализатором. то есть иногда происходят странные вещи. В главном визуализаторе хранится вся память, порой даже о невозможных вещах. Невозможных? Да, обычно такие вещи бывают вызваны инкарнациями. Думаю, во время боя с администратором Юджуо принял свою смерть. В его мозгу этот образ был столь ясен, что он отпечатался в визуализаторе. И это событие существовало в этом мире как другая возможная реальность. не уверен, что смогу все это понять. Получается, раз главный визуализатор основан на человеческих воспоминаниях, он может создавать параллельные миры или альтернативные линии времени? И типа вот так вот можно объяснить события аниме и вот как это все разделилось? Умо это случается очень редко и почти никогда не переписывает реальность и у зверя созданного горяком не было своего флагтлайта. Подобно тем, кого ты называешь NPC, его данные хранились в главном визуализаторе. Лишившись жизни по приказу первосвященницы, он увидел смерть Юджу в визуализаторе. Кошмары Тиза должно быть вызваны тем же самым. Сильный ментальный образ, созданный Юджуа, остался в главном визуализаторе. И его увидел, и его увидела, увидели Тиза и священный зверь на болоте. Этому священному зверю казалось, что Юджу изменил свою судьбу. Не знал, что главный визуализатор способен на такое. способен, потому что хранит все воспоминания всех людей и предметов. Итак, кардинал. Да? Не переживай, Юджуа не умрет. Твои мысли и мысли Тизы переписали реальность, где Юджуа умирает. Твои мысли и мысли и мысли мысли и мысли и и мысли и мысли и мысли больше не существует ни на одном сервере. Рад это слышать. Умо, нечего сидеть и переживать, ты и сам переписывал смерть. Да, понял. Спасибо, кардинал. Главный визуализатор, хранилище всех воспоминаний. В это сложно поверить. В этом мире есть только всего, о чем мне совершенно неизвестно. В любом случае, я очень рад, что Юджуа в порядке. Как раз таки параллельными параллельной временной линией можно считать события, которые происходили в аниме. Я думаю, как-то так. Ну а на этом, ребят, мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok